Владимир Владимирович В России и Российской Федерации существуют традиционные, товарищеские, дружеские отношения. Эти отношения прошли испытанием временем и вызовами истории. Выражая глубокую признательность президенту Российской Федерации Путина за прибытие в нашу страну с визитом в дни празднования 75-летия победы при битве на реке Халхинго. Мы всегда будем помнить исторический подвиг российских и монгольских воинов, которые, не щадя своей молодости, боролись за нерушимость нашей страны и ее процветание. Владимир Владимирович Сегодня мы с Владимиром Владимировичем обменялись мнениями и достигли определенных договоренностей по основным и актуальным вопросам двусторонних отношений, таким как инфраструктура, транзитные перевозки, торгово-экономическое и финансово-инвестиционное сотрудничество, взаимоотношения в гуманитарной сфере, а также международные и региональные вопросы и аспекты трехстороннего сотрудничества. Хотя визит президента Российской Федерации проходит в сжатые сроки, он проходит высокосодержательно и по конструктивному. В ходе этого визита было подписано 15 соглашений, протокол, памятные записки и других документов. Это свидетельствует о высоком значении и содержании этого визита. Из подписанных сегодня документов хочу особенно выделить вопрос о безвизовых поездках наших граждан, и этот вопрос окончательно решен. Теперь необходимо обеспечить таможенно-пограничное оперативное обслуживание наших граждан, обновить пункты пропуска и придать статус международного некоторым из них. Было подписано соглашение о модернизации и стратегическом партнерстве по развитию уламбаторской железной дороги, и мы смогли согласовать основные принципы сотрудничества по модернизации и транспортировке по железным дорогам. Мы договорились безотлагательно приступить к работе по электрификации железнодорожных путей, строительству параллельной колеи и завершить эту работу к 2020 году. Обсудили также вопросы заключения в ближайшее время соглашения между Монголией и Российской Федерацией и Китайской Народной Республики о транзитных перевозках. Мы также обратили внимание на значительный дисбаланс в торговле между нашими странами. Обсудили необходимость предоставления торгового режима наибольшего благоприятствования доведения к 2020 году товарооборота до уровня 10 миллиардов долларов США. Я вырезал также наше предложение о начале переговоров по заключению соглашения о поставках монгольских товаров на российский рынок в течение 20 лет без налогов и сборов. Обсудили также использование национальных валют в торговле и их обмен кредит, предоставление кредита в рублях эквивалентным объемам торговли. Обе стороны договорились совместно работать в создании школ и учебных центров, расширять сотрудничество между спортивными, культурными и информационными организациями. Мы также говорили об инициативе «Степной поте», я также затробнул преимущество проложения газовой магистрали через территорию Монголии. Вообще, что касается газопровода и других инфраструктурных проектов, с нашей стороны были даны конкретные объяснения и преимущества их построения через территорию Монголии. Это и обеспечение и осоображение безопасности, и краткости пути, и то, что эти магистрали будут проходить в степных условиях. Также мы пришли к договоренности обозначить вопросы сотрудничества и документы, которые мы могли бы подписать в ближайшее время, проработать их и подписать их в ходе ближайшего визита или мероприятия. Также удовлетворен ходом развития военного и военно-технического сотрудничества и ходом их развития. Также мы обсудили вопрос участия представителей вооруженных сил Монголии в параде по случаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Я рад, что российская сторона с пониманием относится к нашим предложениям, таким как создание укрепления механизма по международной и региональной безопасности, а также сотрудничества в этом направлении и уламбаторского трехстороннего диалога. Я пригласила его превосходительного господина президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина посетить нашу страну со полномасштабным государственным визитом еще раз. И считаю, что нынешний визит президента Владимира Владимировича внес свой весомый, ощутимый вклад в развитие дружественных отношений между нашими странами и открыл новую страницу в истории наших отношений. Спасибо за внимание. Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, наши переговоры с господином президентом и визит в целом приурочены к одному из важнейших событий в истории российско-монгольских отношений. Визит приурочен к 75-летию совместной победы на реке Халхингол. Хотел бы выразить слова признательности руководству Монголии и ее народу за бережное отношение к нашему общему историческому наследию. И яркое подтверждение этому, торжественные мероприятия по случаю этой знаменательной даты, сегодня мы принимаем участие в одном из этих мероприятий. Общая историческая память, героические страницы прошлого – это, безусловно, хорошая основа для выстраивания современных российско-монгольских отношений в духе взаимного уважения, доверия и дружбы. В ходе переговоров мы с господином президентом были едины в том, что наша задача – предпринять конкретные шаги для дальнейшего развития сотрудничества на благо народов России и Монголии. Мы подробно обсудили ключевые направления российско-монгольского стратегического партнерства, наметили планы по его укреплению и развитию, прежде всего, в торгово-экономической сфере. С учётом итогов переговоров мы с господином Элбек Доржем дадим поручение министерствам соответствующим подготовить так называемую подробную дорожную карту дальнейшей работы. Она будет нацелена на создание новых производств, стимулирование торговли и взаимных инвестиций, а также на расширение гуманитарных контактов. Как видели, уважаемые представители прессы, мы договорились активизировать сотрудничество в развитии транспортной инфраструктуры Монголии. В этой связи хотел бы отметить, что расширение железнодорожной сети позволит Монголии задействовать богатые, но пока труднодоступные месторождения, использовать шире и эффективнее свой транзитный потенциал. У нас накоплен солидный опыт сотрудничества в области горнорудной промышленности. И в качестве примера приведу успешную работу совместного предприятия «Эрдонет», одного из крупнейших в Азии производителей меди и молибдена. Не могу не вспомнить и другую компанию «Монгол Росцветнет», занимающуюся добычей золота. Две эти компании обеспечивают до 20% ВВП Монголии. В планах их комплексное технологическое обновление. Мы договорились об укреплении взаимодействия в сфере воздушного транспорта. Этому будут способствовать протоколы сотрудничества в сфере гражданской авиации, а также меморандум о расширении сети авиамаршрутов, аэрофлота и монгольских авиалиний. Россия традиционно является надёжным поставщиком электроэнергии в Монголию. Это 7% энергопотребления страны играет важную роль в обеспечении её энергетической безопасности. Один из мировых лидеров в сфере добычи углеводородного сырья российская компания «Роснефть» покрывает большую часть потребностей Монголии в нефтепродуктах, снабжает международный аэропорт Чингисхан в Урлан-Баторе и имеет большие планы развития своей деятельности на монгольском рынке. Отмечу, что в Монголии хорошо зарекомендовали себя автомобили и автобусы российского производства, газ, Урал, некоторые другие виды автомобильной техники. Наши производители намерены увеличить поставки своей продукции на монгольский рынок. Господин президент обратил внимание в ходе наших переговоров на определённые диспропорции в торговле в пользу Российской Федерации и обратился с предложением снять известные ограничения в поставках животноводческой продукции монгольского производства на российский рынок. Мы, безусловно, сделаем эти шаги навстречу нашим монгольским друзьям, и такие решения в ближайшее время будут приняты правительством Российской Федерации. Монголия имеет хорошие возможности существенно увеличить поставки животноводческой продукции на российский рынок при соблюдении соответствующих российских санитарных норм. Наши специалисты давно в контакте друг с другом, уверены, что они добьются успеха. В ходе переговоров особое внимание было уделено и гуманитарным вопросам, гуманитарным связям. Имеется в виду и образование, культурные связи, взаимные поездки граждан. Мы знаем, что в Улан-Баторе пользуется большой популярностью филиал ведущего российского вуза, одного из ведущих вузов, в частности, Российского экономического университета имени Плеханова. Сегодняшнее соглашение с компанией «Роснефть» будет способствовать расширению таких возможностей. Важное значение имеет и соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан. Важное значение имеет и региональное сотрудничество. Мы, безусловно, будем поддерживать координацию в области международных отношений. Продолжим наше сотрудничество на основных международных площадках, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества. И в завершении хотел бы отметить, что состоявшиеся переговоры продемонстрировали настрой на укрепление многопланового сотрудничества между нашими странами. Хотел бы поблагодарить господину президента за приглашение, а всех наших коллег и российских, и монгольских за тщательную подготовку этого визита. Спасибо. Спасибо.